Сегодня 22 июня. Собираемся на ужин. Тихо-тихо, Тарасев, не сшиби никого. Бегом заходите. Боже, в милости будь негрешен. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчуславис и грешил Господи. Прости, негрешен. Помилуй, и от нищей насытятся. Восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будет сердца их век и века. Слава Святому Духу и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Замолитый Пречистятый Матерь всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милости будь негрешному. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчуславис и грешил Господи. Прости меня, грешен. И помилуй меня. Вы не умеете кланять. Руку не надо отпускать. Себя проверить. Проверь. Руку так перекрестите. Вот так, чтобы у тебя получалось. Вот сегодня ужин у нас уже. Какие были известия. Конечно, нас насторожило, что гости едут в Канаду и не тут. Я тогда пошел в Мейл.ру, вскрыл. И все, что у нас было перепиской, я отдельно скопировал и отдельно. Наша переписка, его адрес и все это уже кто-то бы разломал. И от его имени, я думаю, они бы заметили. Ну, недоумение. Володя принес номер, он мне номер дает Константин Королев. Прошлогодний давал нынче. Нету, нету, нету там связи или еще такое нету. Временно недоступен. Я говорю, он голубятник, она доступна тебе. Вот первый вниз, это этаж. Первый этаж. Второй поднимается, там он зелененький. Это второй. Вот две лестницы лежат, это третий. А как туда залез, у головы дверь открывается, это четвертый. Четвертый этаж. А на крышу залез, это пятый. И все это врос человека. Володя залез на крышу, это 9 метров 60 сантиметров, да еще телефонный этаж. Это 10 с лишним, это выше телеграфного столба. Сразу связь остановилась. И оказалось, что они в Москве. Завтра в 6, там в 7 почти прилетают в Барнаул. Сергей Павлович Кубков забирает и везет их сюда. Почему они на один день ошиблись, или что, я не знаю. Ну, может быть, так уже. Но они показали номер билета, и все. И эти как вопрос решается. Но то, что мы прорешали все возможные вопросы, это да. Дальше. Сегодня вот отчет даем. Вчера Виктория будто бы сказала, как в лагере были столики. Удобно вообще стирать-то, а здесь нету. Я это услышал сразу же. Поехал, Володя, да, у меня выдержу. Я там разобрал, размонтировал старые, которые были. Там лагерь у нас ликвидирован, его нету. И ребята поехали. Тарасик главный у них. На тележке привезли доски. И мы сегодня два столика с Илюшей усыновили. Усыновили где? И старый с Володей советовались. Прямо рядом около воды. В воде плавает ведро, которое у нас плавало. Никаким другим ведром туда не лазить. Отсюда чем черпать, туда не лазьте. И он, надо сначала все вычерпать, вычистить из него. Сейчас воды не подливать. Вот как выйдет. И тогда чистая вода будет там. Из колодца. Но из колодца воду это не пил. Он в 13 лет примерно стоял. И там могла упасть в животе и на мыши, что надо прочистить. Очистить уровень высокий. Осенью он понесется, и тогда можно будет прочистить. Батюшечка сказал, не пейте. Видите, как у нас? Вот. Все. Дальше купаться. Девочка мне там. А можно Лиза? Лизе больше 16 лет. Устиновая. И она хорошо плавает. Можно. Но если их нету, вы сразу возвращаетесь. Гляжу, голову повесили. А вот они и вы. А я Володе сказал, вот я быстренько собираюсь. Сейчас на велосипед и сопроводи девочек. И там на дороге постоишь. Там не утонут они. Там очень удобно. И крик слышали. Побой здесь там. У тебя комары покусают. А тут пришли вы и сходили. Видите, как оно к одному все это слепляется. Мы сейчас закачали. Ведро не привязывается. Володя просверлил дырку в ушах. Там мощная такая. Как железо еще сварено. Как будто бы шляпа какого-то героя бельяного. Шапка опрокинута. Шлем лежит на земле. Мы его залили. Вот. Вот хлеб шляпали. Мы пытались спрашивать. Два раза топить? Что значит два? Два раза подкладывать? Ну, я не знаю. Я посмотрел. Володя был бы здесь. Не, надо было второй раз подложить. Подложить это дело другое. Не два раза топить. Она просто так поставила. Я его никогда два раза не топить. Два раза подложить. Ну, надо было подложить. И хлеб Оленька как бы не допелся. Его выставили на улицу. Сегодня соберете. И его не накрываете ничем. Чтобы влага выходила. И утром только если солнечная погода. Вот, посмотри, как лежит оно. Поддувается со всех сторон. И это все высушится. Лепешки жилины, костылины сидели там. Просто лепешки из муки там, чтобы бросали. Они их сушили и прочее. Мне сейчас подходит вот этот отрок выйдет сюда. И задает вопрос. Повтори его. Что будет, если ты без рукавов или без платочек? Ну, что я могу сказать. Варианты такие. Не допустить за стол, что будет. Второй вариант. Пришить ему рукава. Третий. Заменить рубашку. А что будет? Ну, во-первых, ничего не будет. Потому что тебя за стол не пустят. И еще и не будет. Для тебя не будет. А для нас лишняя порция. Мы ее разделим и съедим. Вот у меня спрашивают иногда. Видишь, что женщины в грюках. А вы выводите кто в грюках? В храме? Я говорю, никогда. А вот как будто строго у вас. Я говорю, да-ка, что строго? Мы их не пускаем. Они в деревню из машины с ней вылазят. Мы говорим, у нас нельзя залезть в машину. Мы выносим ей платье. Она одевается, заходит. Платочек дадим. Есть ответ. Нам это не надо. А почему? Ну, принято наше. Называется это дресс-код. Дресс, это одежда по-английски. Код, форма одежды. Это наш дресс-код, который никому не позволено нарушать. Кто бы он ни был. Он принят и все выполняет. И здесь, накрученный мусульман, чалма на голове. У нас вот так одеты должны быть. Так. Какие у нас еще были новости? Гнать, чихно. Все, остановись. Эту пуражку, которую забросил, нашел пуражку. Значит, тихо. Потом мышка бегает. Мышка бегает? А? Да. Вот он кошку сюда забей. Мышка здесь. Здесь, здесь. Она спит. Надо ее как-то приучить, чтобы ходила. Она лежит там. Нет, она здесь ходит тоже. Ну, если здесь ходит, то она не даст ей ходить. Она поймает ее. Дайте гнуть. Дайте гнуть. У нас у всех девочек просьба. Вы могли бы на Южном пруду сделать ступеньки? И взяли. Могли бы. Хотели сделать. Я заказал сделать. Не сделали. Стало убавляться. И куда? У нас вся лестница была бы на виду. Как только крещение пройдет, в этот же день купайтесь только здесь. А пока здесь, почему? У нас нет возможности наблюдать. Это абсолютно безопасное озеро. Где вылазит, где сток у нас сделан посредине, я заказал сделать. Какой? На конце, чтобы втыкалось в землю, с перилами, там все, что можно было. Но оно стало милеть там метр один, там не к чему. Вы травы нарвите и под ноги бросьте. И когда вы ходите, это оно втопчется и больше ничего не надо. Это очень просто делается. Один раз, другой раз нарвите. Мало того, возьми литовку, там накосилим. Это нетрудно. Руками оно не рвется. А так, устелите стеном. Там кто-то на машине подержал, там милиция видать. Где? Там да, машинный след. Ну, какой-то есть, да, я не знаю. Ну, наверное, с того дня, как они, с субботы было. Вот такое дело. А тут Игорь приехал, привез опять. Ну, все там помидоры, огурцы, яблоки. Ну, я снимаю, ставлю, молодой. А за то, что я снимаю, один помидор дай мне. Он говорит, да бери, 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 это да бери. Огурцы у нас скоро на огороде будут поспевать. Вот эти огурцы, я их могу много съесть. На терке тащите. Они для меня очень полезны. Мне для здоровья это необходимо. Я говорил сегодня, у Илюши переходной возраст кончился. Какой-то переходной возраст придумают. У нас в семье не было переходного. Мы родились и жили. Ну и все. Конечно, разум меняется. Ты приходишь к лучшему, к большему. Мы с ним делали. Да, еще я говорил, как. Он помогал, и копал, и показал. Один раз вижу, только смотри, рукой не оттуда. Не выгребай, бежу, он уже нырнул туда и рукой выгребает оттуда. Встали, я говорю, над нами смеяться будут. Потешаться, так Валан говорил, будут. Не надо. Мы лопатываем, стал делать как надо. Видите, у нас день сегодня прошел, можно сказать, хорошо. Вы там где-то были, что там было. Когда вас оттуда гонят, вот у нас было, когда купаются, я говорю, одевайтесь быстро, до лагеря добежать, и нужно качели коснуться. То есть отскать, или. У меня замечание к этим, кто со мной плавать ходит. Они только с десятой попытки выходят из воды. То есть не слушаются. Я им кричу выходить, а они все купаются, купаются. Все, в следующий раз решен купание. Тут очень просто, отдыхватное. Мне уже просто надоедает. И влазит. В следующий раз он не купается. Но я обязан идти, на берегу посидел и вернулся. Ну, это очень легко легко делается. Понятно? А почему он здесь сидит? Скорее, один кого-то надевает носки. Я взял крапиву. Как он сиганул, я его дождать не могу. А кого я догоню, показал, а кто? Он бегает здорово. Все готово дело. Штаны в руках. А другой надо штанины до самого лагеря бежать. Я считаю, до трех. Они как дадут жару. Там уже. Ну, точно. Все. Степа отпрашивается домой иногда. Я отпускал, сейчас больше не отпускает. Не надо. Ты к нам пришел и повидать. А то ты каждый день их видишь. Идем в церковь видишь. Не надо. Ты теряешь то, что здесь видишь. Такой разборки у вас никогда не было. Мы за все это говорим. Благодарить Бога. Приезжают люди. У нас новости больше будет. Не меняется. Приезжали знатные люди. Тут и профессора были. Одинаково. На столу не склоняйся. Я ложкой по столу стукнусь. А нет. А потом газете пишут. Говорят. Я не знаю, как до конца Никита снимал. Да. Она не согласна. Как будто и хочет. Я ей объясняю просто. Талант у тебя очевиден. Иначе бы ты не получала премии или грамоты. Талант этот не твой. И ты его скрываешь. Ты не имеешь права его скрывать. Не то, что когда ты выйдешь. А как ты училась. Как ты воспринимала этот дар. Я на идею эту Копылову пропела, чтобы она художник. Там и кисточка. Ты можешь это сделать? Все могу. Ну ко мне зайти там или ко мне. Ко мне зайдем, я проиграю вам. Сейчас только кончим. И сразу ко мне все зайдете. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Кто это? А мы скоро будем по трубам бегать? По куда? По трубам. Обязательно. Как только ягоды будут, за ягодами пойдем и в трубу вас всех учу. Игнатий Тихонович. Поезд когда бежит. И под ним бегут. И там разрешается кричать во всю головушку. И они кричат. Кто медведем, кто волком, кто собакой. Там ай-яй-яй, мяукают. И по этим кружатся. Но не нарушать. На линию не залазить. А это очень глубоко. Но на линии. Там до березов лазить опять будете. Если Господь благословит. У меня другое. Я боюсь, чтобы мне не помереть. Пока первый мостик не сделает. Никогда так не боялся, как здесь. Почему? Потому что начнут что-то не так делать. У меня все оплановано. План в кармане лежит. Начнут не так делать. И сказал, что он придумал. Теперь завезли. Он вдавит это все. Охота сделать, чтобы не на один год это было. Чтобы люди, которые после нас будут, жили и радовались. А сам тайный замысел имеешь. Поднять воду. Второе зерково строить. Если Господь благословит. А там вполне возможно доски что угодно зашить. Отсюда глина самая широкая. 6 метров. На лето это даже очень здорово было бы. Ну а на зиму можно размонтировать. Вот видите, как мы живем здесь интересно. Если Господь благословит. Завтра придут новые люди. Возраст их я не знаю. Егор вы знаете. Он большой. Мама их едет. Дочь Мария и Лиза. А он Егор. Так что. И вот я разговаривал с девочкой нашей. Я говорю, как вот кисточка в Божьих руках. Один художник. Увидел девушку. Не мог пройти мимо. Нарисовал ее. Ну живая картина. А у него на аукционах везде цены росли. Художник талантливый. Он говорит, а при чем? Она посмотрела и говорит, какая хорошая у вас кисточка. А он даже возмутился. Что значит кисточка? Я художник. А кисточка в моих руках такая. Он говорит, ты сам кисточка в Божьих руках. Да я могу там углем ясный день изобразить-то. Но уже он не знал, через минуту он был не тот. Он менял холст. Он орвал и металл. Выл и валялся, говорит. И все. Прежде его художника не было. Бог отнял. Ты не знаешь, какую клавишу ударить. И все. И далее чем заканчивается. Она сама написала, или не знаю я кто автор, Светлана Копылова. Слышали ее? Да, да. Ее там попы, можно сказать, обуздали. И там вкладывают на нее что? Ей бы как бы надо более возрастно уже идти. А покойные не дадут. У них вот уровень. Уровень Акафиста. Дальше они не идут. Вот возьмите. Наркоман, пьяница. Блудник, как угодно. Назовешь, Высоцкий. Такое отличие. У него талант. От кого он талант? Это я не знаю. Но явно талант. Талант в написании, талант в исполнении. Трогает сердца людей. Заключенные считали, что он сидел не один раз. Он неразно не сидел. Он пишет о двух летчиках, прикрой меня. Летчики считали, что он был на войне. Он говорит, я не мог быть на войне. Мне 9 лет только было. То есть настолько это близко, доходчиво. Каждый верил тому, что написано. Написано и о чем поется. И он петь-то не... Какой он певец-то? Хрипит там. Как сказать, три дня он умер за землю спал. И однако он во Франции стал петь, его никто и не воспринял. Но он... Вот возьмите, он поет. Истопите мне баньки по-белому. Истопите мне баньки по-белому. И дальше я от белого цвета от твоих. Вот это сочетание слов. Ну, понимаете, это находка. Я писал стихи, знаю, как. Угорю я там это... И жар банный или какой-то жар горячий развяжет язык. А тут сколько это? И хрящу я леником по наследию. Понимаете? Тут сколько всего и есть. Там Маринка у него в профиле и прочее. И как он брату кричал, пособи мне. Два красивых охранника его брали. Сколько лесу и веры поварено. Сколько лесу и веры поварено. Это вообще... У него на каждом почти слове доходчиво есть. Но он никакой. Он к Богу никого не мог привести. Но доступ к сердцам людей он имел. Тоже пытается хрипеть под него. Это очень легко. Пьяницы сделали. И все хрипят. Послушаешь. Это талант. Талант несомненный. А другие сейчас выходят священники. Поют божественное. Никакого авторитета. Хулагин. Там каждый день что-то новое. Уже сказать не знает. Истинное присмотрение. Оно человека втягивает в тебя. Это как будто бы ты. Слово Божие живо и действенно. Это я. Вхожу в тебя. Вот я просто говорю об этом. Чтобы мы умели подделку отличать от истинного. Вот это вот у нас, где батюшка сходит в воду. Вот это изображение. Это я даже сейчас покажу. Мы ездили. Это большой такой. Как плакат на нашей машине. Так и есть. Вот он как выглядит. Это фотография безрукого Павла Федоровича. Он к нам приезжал. И нынешний тоже. Печенье это едим. Это он купил. Вот он где. Видите, как. Репетишки покажут. И берут это. Игнатий Душинина. Вот такой романах. Он написал книгу о крещении. Ну, брошюрку. И взял вот это вот на корочке. Из интернета. В интернете миллионы буквально фотографий. Его ни одна не удовлетворила. И наши фотографии люди берут. Они занимают и просто реал новости. Первое место в России. Так, все, садимся. Здравствуйте. Натя Тихонович, у меня маленькие вопросы. Это, вы видите, вы, это, Мурашевич, ну, пидком занимали. Ну, 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 поехали. И туда я сегодня дома нашла одного Мурашана. Ага. И убить его. Ну, я убил. Убезвредить. Поймать и обезвредить. Кого? Молодец. Одного Мурашана осилила. Такой народ у нас могущий. Так, разговоры прекратились. Разговоры. Этот хлеб завтра здесь просушите с утра. Воробьев гоняйте. Господи Иисусе, Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...